Добрый день! И что же за сигнал поступил для медведей? Падал американец на фоне ожиданий, что ФРС будет повышать процентную ставку в этом году более плавно, чем ожидали некоторые эксперты. В прошлую среду Федрезерв США повысил ключевую процентную ставку до 1%. Это уже второе повышение ставки за три последних месяца. Также ФРС подтвердили намерение повысить ставку дважды в 2017 году и три раза в 2018. Джанет Йеллен заявила, что Центробанк не планирует быстрого ужесточения монетарной политики, повторив, что повышение процентной ставки будет постепенным. Курс евро дешевел на фоне нестабильности политической ситуации в Европе. Согласно социологическому опросу, лидер крайней правой партии Марин Липен увеличила свой отрыв от оппонента Эммануэля Макрона в первом туре выборов президента Франции. Однако по итогам всей недели евро все же закрылся в плюсе на 67 пунктов на отметке 1.0738. Против иены доллар опустился до пятинедельного минимума 112.72. По итогам недели пара доллар США и японская иена потеряла более двух иен. В прошлый четверг Банк Японии оставил процентную ставку без изменений, что еще раз указал на расхождение в монетарной политике основных центробанков мира. В то же время австралийский и новозеландские доллары значительно подорожали за неделю против американского доллара. В пятницу пара австралийский доллар-доллар США повысилась до уровня 0.7705, завершив неделю повышением на 2,16%. Курс новозеландского доллара и американского поднялся до отметки 0.716 с недельным ростом в 1,36%. Фунт стерлингов также укреплялся, достигнув уровня 1.2395 в конце пятничной сессии. Банк Англии в четверг сохранил уровень процентной ставки на исторически низком уровне. Это поддержало фунт. Индекс доллара США за неделю снизился на 1,13%. Это все о текущих тенденциях на валютном рынке. А как вел себя товарно-сырьевой рынок? Нефть и золото подорожали по итогам недели. И какими сигналами руководствовались трейдеры? Здесь сыграли роль данные по запасам нефти и слабый доллар. Цены на нефть немного укрепились, несмотря на значительное увеличение числа активных буровых установок в США. Данные Беккер Хьюз показали, что количество активных буровых установок в США снова увеличилось. Однако этот отчет вышел вслед за информацией о первом недельном падении запасов нефти в США за 10 недель. Количество активных буровых установок возросло на 14 до 631 единицы. Количество нефтяных вышек достигло самого высокого уровня сентября 2015 года. Апрельские фьючерсы на нефть West Texas Intermediate выросли в цене до уровня 48,78 долларов за баррель на Нью-Йоркской товарной бирже. Майские фьючерсы на нефть Brent подорожали до 51,76 доллара за баррель. По итогам недели нефти WTI подорожала на 0,6%, а Brent на 0,8%. Ралли цен началось в среду, когда вышли данные правительства США по запасам. В этот день ралли также поддерживалось снижением доллара. Кроме того, стоимость золота повышалась на фоне снижения курса доллара. Апрельские фьючерсы на металл повысились до 1229 долларов на подразделении Нью-Йоркской товарной биржи Comix. В четверг цены на золото достигли максимального с 6 марта значения – 1231,40 доллара. За неделю котировки золота поднялись на 1,92%. Екатерина, спасибо за обзор товарного рынка. Вы смотрели недельный обзор валютного и товарного рынков на канале ИнстаФорекс ТВ. И с вами были мы, Тахмина Соломова и Екатерина Стихина. Всего доброго, до свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok